Дмитрий Николаев, ведущий этой программы Самое главное, я, дачник, с вами одни и те же желания и стремления Сегодня поговорим о том, что урожай нужно уметь не только вырастить, но и съесть его Хорошо? Не смогли съесть весь тот огромный урожай редиски, который под чутким руководством Лены Ивановны Вырос здесь, оставить только на неделю Я же приглашал вас, приезжайте, ешь ли? Нет, не приехал никто Ну, не было у нас неделю, по-тактически, и так случилось, что все аж заросло Это плохо? Ну, с одной стороны, это хорошо Меньше испарения влаги, а с другой стороны, ведь надо же это все кушать Для чего это выращивается? Надо укроп прореживать уже, чтобы он рос нормально И сразу его использовать Что тут? Морковка у нас хорошо растет, пока ее не надо трогать Свеколку можно вот на борщик уже продергивать В принципе, если бы каждый день мы так брали бы укропчик Да, я так и буду делать И потом уже он останется на зонтике, уже на засолку с обувцами вместе На остальных грядках картина классическая, значит, приятная Тут все хорошо, тут просто замечательно Все прирослось Лук поры пошел, сельдерей пошел, салат, кальраби, мангольд Все здесь прекрасно Здесь тоже прекрасно Ягоды скоро будут уже Да, вот это у нас что тут еще было? Это тоже петрушка И петрушка тоже нормально Да, вот она немножко подрастет, можно ее тоже уже собирать Да, наверное, вместе с ягодами, я думаю Смотрите, какие ягодки хорошие уже О ягодах отдельно Специально для наших телезрителей недоумевающих Почему картошка под укрывным материалом, а клубника нет Сейчас вы можете заметить, что вот у нас пошли усы В принципе, можно эти усы, конечно, убирать Но при интенсивном таком огородничестве лучше их не собирать Вот мы эту грядку сделали с вами на 5 лет Вот теперь эти усы, единственное, что, может быть, их куда-то направлять в пустые места Допустим, вот так вот, да? Чтобы они заполняли пустые места И они будут просто уже, да? Да И будут снова расти И будут снова расти А вот там вот через 5 лет просто все это снимем? Просто все это снимем, и все А картофель уже сейчас, как в конце лета Во-первых, черный материал, он держит влагу, первое Второе, он не дает расти сорнякам Третье, он прогревается, почва лучше В принципе, картофель – это тоже важно Практически нет вредителей И я так думаю, что и болезни, и такой картофель мало будет повреждаться Потому что, во-первых, это удобно обработать А во-вторых, все-таки от почвы тоже идет заражение А здесь у нас почва вся закрыта А хватит, у меня просто возникает вопрос Хватит земли-то в ней вырасти Земли хватит, да? Там же много питательных веществ Самое главное – это не земля, а самое главное – питательные вещества И вот как раз сейчас наступает июль месяц Это месяц подкормок То есть все растения надо подкармливать обязательно Здесь у нас на картофеле мы будем только жидкими подкормками А на остальных грядках это можно подсыпать в сухой биогумус Или также в лейку добавлять Или гумат калия, или биогумус И подкармливать растения Две столовые ложки на 10 литров воды Вот примерно это два колпачка Да, все И? Это 10 литров воды, красная грядка Да Подкормили грядки, подкормили себя витаминами с грядки И снова сажать А, наверное, уже крайних посадках в этом сезоне В следующей программе Вот так, все Хорошо Жить за городом хорошо А можно и просто отлично Если у тебя, как минимум, есть чудо-кухня Рукотворное чудо имеет вполне материальное обоснование Прежде всего нужно определиться со цветовой гаммой фасадов Есть фасады, МДФ фасады Есть фасады, пластиковые фасады Есть шпанированные Есть массив фасады Шпон, массив Это самые, как бы, дорогие фасады Какие могут использоваться на кухне ДСП, МДФ фасады Пластиковые, они более дешевые Можно комбинировать Можно не полностью кухню, да, сделать Из одного вида фасадов Можно скомбинировать, как вот здесь представлены Вверх у нас светлый, да, вниз темный Выбираются фасады сразу и навесных шкафов, и внизу Да, да, да Сразу же выбираются Да То есть мы выбрали, это может быть совершенно разным материалом В вашей кухне, да, мы будем использовать МДФ фасады И совсем с разной фрезеровкой В верхние фасады у нас пойдут Фрезеровка модерн, это гладкие фасады Нижние фасады у нас будут уже иметь фрезеровку Выбрали фасады? Выбрали фасады, мы переходим к выбору по цветовой гамме к столешнице На этой кухне у нас представлен искусственный камень LG фермы Потом есть у нас натуральный камень Есть столешницы из ДСП, покрытые пластиком Дальше идем к тем вещам, которые закрыты А, нет, давайте еще остановимся на ручках Вот ручки Потому что мне казалось всегда, что это должно быть самое недорогое А потом, когда сталкиваешься, понимаешь, что ничего Да Вообще, есть такое мнение у производителей мебели Что 90% успеха кухни это в ручках С внешним мы разобрались, да? Или фартук, мы про фартук что-нибудь говорили? Фартук, ну, фартук, на данной кухне представлен фартук в виде плитки Стандартно Стандартно, да Фартук, в принципе, можно делать еще угодно Да, 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 стеклянные фартуки у нас есть, да Это уже... Опять же, как в стиле? По стилю, да И как посоветуют нам дизайнерство Вот точки зрения, как будет выглядеть лучше Ну, а теперь точно история, которая без специалистов Не разобраться, да Это механизмы Механизмы, да Мне кажется, что здесь как раз и заключается Самая главная проблема Ну, в данном случае мы говорим о дачнике Там человек, который делает свою кухню Это как выбрать те механизмы Чтобы они были и надежны И удобны И, опять же, немаловажно, чтобы они были не слишком дороги Ответы на эти вопросы не пропустите в следующей серии ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня в Азбуке садовода открываем новый раздел Вертикальное озеленение ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оно тоже используется на участках активно садоводами И правильно делает, кто использует Сюда относятся несколько культур к вертикальному озеленению Наиболее распространенные из них Это, естественно, садовые клематисы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот мы сейчас стоим у грядки с этим растением Это девичий виноград, интереснейшая лиана Мы о ней тоже обязательно поговорим Это жимолость каприфоль, вьющаяся жимолость И это, конечно, можно плетистые розы Относятся к этому же виду озеленения И, как мы с вами говорили, о черешковой гортензии Которая тоже вьющаяся культура Сейчас мы поговорим о клематисе Клематис, конечно, чем интересен В первую очередь это своими соцветиями Соцветия у клематиса могут быть и махровые, и немахровые И от белого до буквально темно-синего, и бордовый, и полосатый То есть огромный совершенно ассортимент различных сортов Лианы у клематиса до 10 метров могут вырастать Это зависит тоже от сорта А так может быть и от полутора метров, и выше, 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 там 2-3 Лианка растет не только вверх, но и пазушные почки дают широкий довольно куст То есть из одного куста можно хорошо озеленить, ну, по крайней мере, пару метров в стенке Особенно если мощный, достаточно взрослый куст То вот как бы эта культура достаточно легкая в выращивании Имеет только несколько таких обязательных условий Он склонен к вымоканию То есть он не любит, если... Вот это, кстати, такая довольно распространенная ошибка Почему пропадает клематис Люди, когда сажают, ну, что обычно под вертикальное озеленение Сажают под стенку дома Если не поставлены отливы, соответственно И вода падает на этот кустик, который вы там посадили То он пропадет, вымокнет со временем Поэтому вот это надо учитывать Или мы отодвигаем и посадочку подальше делаем То есть чтобы вот свободная вода беспрерывно не капала Ну, естественно, на болотистых, где близкое стояние грунтовых вод Там надо или каким-то образом дренаж делать Или лучше посадить растение повыше, где вот этого наблюдаться не будет Еще клематис любит, естественно, хорошую почву Потому что лиана мощная, выносит много То есть вот садовод может сориентироваться уже по виду растения Если растение мощное и за год огромные листья набирает Там цветет долго Он начинает цветение некоторые сорта уже с июня И уходит практически под снег с цветами Представьте, сколько нужно питательных веществ Такую массу прокормить зеленую То естественный вывод, какой должен в голове у садовода возникнуть Это растение требует питания хорошего Зимует очень хорошо Большая часть клематисов, которые мы представляем Он зимой только корнем То есть посадили и вот как бы Лянку, ну не хотите, не обрезайте Оставляем и дальше смотрим Вы пришли, приехали, посмотрели, ага Вот, например, почечка просыпается На эту почку перевели Если видите, что все это самое Вы обрезаете и как бы растение дальше Так же и с розами поступаю Я, например, обрезаю только соцветия И длинные вытянувшиеся молодые побеги Которые не успели достаточно вызреть А весной вот уже делаешь там обрезку Переводишь на ту почку, которая мощная именно почка Не маленькая там торчит, еле-еле дышит А именно мощная почечка, она там где-то будет пониже Этим вы облегчите растению Вот как бы выживание К самым популярным растениям Для вертикального озеленения Перейдем уже на следующей неделе Уважаемые садоводы-дачники Не скромничайте, рассказывайте Как у вас устроены дом и дача Как у вас устроен огород Как сделаны перголки Как вы сажаете цветы Все, что радует вас на даче Все заслуживает внимания Пишите наш адрес Ника Ньюз Собакакарелия.ру До встречи на даче Хорошо Я не видел, где кучись Думал, что это Нет, вот это А на самом деле вот это Вот это пока скиньте Хорошо Субтитры сделал DimaTorzok